МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск каждый день, вечер и утро. Реальность сама складывает картину дня в студии Владимир Гаврилов. Смотрите сегодня в программе. Почему растут цены? Вот в селье было 1800 рублей. Я ничего путного не купила, так все по мелочи. Очень тяжело. Жители Ульяновска и экономисты о ситуации на рынках и в магазинах. Сказали, что тепло, а по факту холодно. Данный дом, к сожалению, управляющая компания не был подготовлен должным образом, хотя все отчеты были предоставлены своевременно. А топ-сезон спотыкается о внутренней сети и вранье в документах. Всем выйти из сумрака. Если бы ко мне подошел молодой человек и показал эти творения, я бы ему сказал, не морочите голову ни себе, ни людям, у вас никогда ничего не получится. То есть изначально было, конечно, плохо. Но я этого совершенно искренне не понимал. Автор Дозоров дал эксклюзивное интервью нашему каналу. Ближе к концу года в один ряд с навязшей в зубах темой коронавирусов стала проблема стремительного роста цен. Ульяновцы жалуются, денег на товары уходит все больше, а продуктовая корзина лишь уменьшается. При этом доходы людей остаются на прежнем уровне, а то и вовсе падают из-за высокой инфляции. Стоит ли ожидать очередной ее скачок и какие продукты оказались в топе по повышению цен, разбиралась наша съемочная группа. Если рост цен на овощи и фрукты можно оправдать сезонностью, ведь с наступлением холодов их придется доставлять из теплых краев, то подорожание других продуктов объясняется страшным для многих словом – инфляция. По состоянию на 11 октября текущего года, начиная с начала года, уровень инфляции в Российской Федерации превысил 5,7%. Отмечаю, что за весь 2020 год уровень инфляции составлял 4,9%. И это еще не предел, говорят специалисты. Прогнозы неутешительные. Уровень инфляции может подскочить до критического. А значит, люди столкнутся не только с повышением цен, но и с падением своих доходов. Это такие цены. Нам вот хватало раньше этой пенсии, а сейчас ее совершенно не хватает. Куда ни взглянешь, и все только повышают и повышают. А на что больше всего повысилось по вашему? Куда? На мясное, конечно. На кур вот этих вот. Вот в селье было 1800 рублей. Я ничего путного не купила. Так все по мелочи. Очень тяжело. В лидерах по повышению уровня цен по сравнению с прошлым годом – яйца, мясо курицы и подсолнечное масло. Открывая топ «Сахар», он подорожал сразу на 38%. Повышение цен сказывается и на самих торговых точках. Люди недовольны и всеми силами стараются экономить. А значит, клиентов у магазинов становится меньше, вместе с ними уходит и выручка. Чтобы не терять покупателей, магазинам приходится принимать решительные меры. Конечно, мы стараемся всегда брать какие-то акционные товары. Больше тоже берем товары первой необходимости, то, что больше всего пользуется спросом. Мы стараемся на эти товары не задирать цены. Для отдельных категорий населения бремя финансовой нагрузки частично снимается президентскими выплатами. Для большинства же вопрос должен решаться ростом заработных плат. В Ульяновской области последние месяцы к этой теме особое внимание. Сельское хозяйство, промышленность, малый и средний бизнес – положительные изменения должны быть в каждой отрасли. Отчеты от ответственных по профильным направлениям еженедельно ложатся на стол к главе региона. Анна Чайникова, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Двухнедельные каникулы позади, гранит науки впереди. С понедельника российские школьники вышли на учебу. К образовательным учреждениям строгие требования. При всех ограничениях и мерах антиковидной безопасности традиционное очное обучение, как единогласно признают практически все педагоги, а родители детей с ними соглашаются, все-таки предпочтительнее. И ученик не отвлекается, и материал усваивается лучше. Павел Петриков продолжит. Хорошо отдохнули? Да. Расскажите, чем вы занимались. У вас первые каникулы были. Вам так повезло, первый раз в вашем каникулы. Понравилось вам на каникулы отдыхать? Да. Ну расскажите, чем вы занимались. Четвертая ковидная волна не отняла у школьников возможности учиться в родных классах бок о бок со сверстниками. В понедельник, 18 октября, в школах Ульяновской области возобновились занятия. У меня сегодня ребенок пошел в школу. В школе номер 15 соблюдены все против ковидные мероприятия. И я за своего ребенка спокойно. Светлана Лаушина, мама первоклассника, говорит, что и для нее, и для ребенка принципиально важно учиться именно в школе. Очно, а не на удаленке. Давай рукавычку поднимите. За время каникул все школы Ульяновской области подвергались дезинфекции и тщательной подготовке ко встрече учеников. Взять, например, 15-ю школу, расположенную на улице Верхнеполевой. На входе классическая процедура термометрии и обработка антисептиком, проверка наличия маски. Все, как предписывает Роспотребнадзор. После каникул все традиционно. Утренний фильтр, два входа. На один вход заходят дети с 1 по 4 класс, второй вход с 9 и 11 класса. Ко второму уроку у нас приходят 7 и 8 класса и к 3, 5 и 6. Для школьников организовано два входа, чтобы дети как можно меньше контактировали друг с другом. Каждый класс обучается в закрепленном кабинете. Исключение – те дисциплины, которые требуют специализированного оборудования. Но и тут с безопасностью порядок. В помещениях разработаны и соблюдаются графики проветривания и обеззараживания. Работают рециркуляторы. С начала учебного времени обработаны абсолютно все помещения, школы, кабинеты. Производная генеральная уборка в коридорах, санузлы обработаны. Все, как всегда, рабочий режим. Рады и родители, и школьники, и учителя. Все же очный формат – это совсем иной уровень подачи знаний и качества обучения. Плюс общение с педагогом вживую, а не через смартфон, позволяет сохранить концентрацию внимания и интерес к учебе, не отвлекаясь на посторонние занятия. Дома, конечно, хорошо, но в школе лучше. Молодым дорогу, возможности и гранты. Новый губернаторский конкурс молодежных инициатив стартовал в начале октября. Подать заявку на финансирование своих идей может любой желающий. Время еще есть. Почему это круто, что даст этот конкурс участникам – подробности в следующем сюжете. На протяжении шести лет ежегодно 30 самых ярких, смелых и важных для области проектов побеждают в губернаторском конкурсе молодежных инициатив. В этом году прием заявок закончится 22 октября. Время есть собраться с мыслями, сформулировать идеи и оформить ее в текстовом формате. Самолюдно любой человек, даже не являясь представителем общественной организации, а просто как физическое лицо, представитель группы единомышленников, которые болеют той или иной идеей, они могут получить небольшое финансирование. 75 тысяч рублей за первое место, а за второе – 45. Бронзовым призерам выдадут 30 тысяч в каждой номинации. Всего их 10, и все они про творчество, волонтерство, молодежный бизнес, патриотическое воспитание. В последнем направлении преуспела в 2020 году Дарья Ефремова вместе с коллегами из квартиры музея семьи Ульяновых. Творческая группа подала заявку на создание интерактивной карты об истории улиц города. Выиграли, деньги получили, реализовали. Мы все с вами живем в одном городе, мы знаем Полбина, мы знаем, может быть, Даватора. Врач Михайлов, кто это? Герасимов, кто это? Давайте расскажем о них. Не просто через напечатанный журнал, через видео, аудио, лекции. Интерактивная карта вмещает в себя огромный массив информации, который можно изучить с помощью телефона. Монтировали, креативили, создавали все это сами инициаторы, по-другому нельзя. Успешными идеями прошлого года признали работы Даниила и его коллег. Всего инициатив было четыре, одна из них – синтез литературы и музыки. Ульяновские ребята придумали свои уникальные музыкальные треки формата Аймвент, каких-то диджитал-артов, небольших и зарисовок в формате трип-хопа. И озвучивали при этом всем литературные произведения, которые нам присылали литературные города ЮНЕСКО. По подбородку стекает бензин и машинное масло. Вместо пушек – одноразовых масок. Из джинсовой ткани – фирмовых левайсов. Сделать что-то свое, стать творцом смогут многие, главное – отбросить страхи, утверждают организаторы и участники прошлых лет. Вся подробная информация, как поменять мир свой и окружающий с помощью конкурса молодежных грантов, есть на официальном сайте губконкурс.ру. Тема вовлечения, она какой-то красной нитью проходит, как раз таки во все грантовые конкурсы. То есть, люди, не будьте потребителями, будьте деятельными, а мы вам поможем. Делам, время, строительству, час. В этот раз основной темой совещания стала проблема расселения людей из ветхого и аварийного жилья. В Томске, например, на это выделили около 420 миллионов рублей. А горожанам предложили выбрать между новой квартирой или финансовой компенсацией. Что у нас? В Ульяновской области тоже выбирают и активно переселяют. С 2020 по 2021 год из 99 квартир, в которых невозможно жить, в новые переехало более 225 человек. До конца года в планах переселить еще 300 человек из 132 жилых помещений. Чтобы программа расселения работала еще быстрее, в июне региону одобрили заявку на выделение 789 миллионов рублей из бюджета Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. Две программы – федеральная и региональная. Обе призваны предоставить людям человеческое жилье, переселив их из ветхих бараков, страшных квартир и полуразвалившихся домов. В Ульяновской области, в своей очереди, ожидают более полутора тысяч семей. Пока что идем в сопережение. Следующий этап, исход которого четвертый квартал 22-го, находится в процессе контрактирования. Планируется переселить 559 человек из 254 квартир. По этой программе планировалось завершение программы до 25-го года, но благодаря удачно проведенным переговорам с Федеральным центром, финансирование у нас сдвинуто влево на два года. И фактически мы должны переселить за оставшиеся два года на 555 семей. Это на сумму порядка миллиард сто. Это и закупка жилплощади, и строительство домов с нуля. Всего в программу вошли 11 муниципалитетов. До конца 2023-го будут переселены жители трех муниципальных образований. Из Языково Корсунского района, из села Новочеремшанск, Новомалоклинского района и Чуфарова Вишкаемского. На это выделено 39 миллионов авансовых рублей из Фонда федерального содействия реформированию ЖКХ. И это федеральная программа. В областную же вошли около 2000 человек. Муниципалитетами ведутся переговоры с подрядными организациями. Владимир Владимирович Путин озвучил, что после завершения субъекта федеральной программы, он имеет право войти в новую федеральную программу. Это дома, признанные аварийными до 1 января 2021 года. Мы уже на сегодняшний день сформировали дома, которые уже войдут в эту программу. Это порядка 118 домов. На стройчасе муниципалитета также отчитались о этапах переселения. В некоторых населенных пунктах есть небольшое отставание от сроков. В чем проблема? Проблема, естественно, общероссийская. Это из-за того, что произошел рост стоимости на строительные материалы. Стоимость, себестоимость строительства, она, конечно, выросла. Рассматриваются варианты решения этой проблемы, размещение заказов подряда и строительство уже самим государством, то бишь муниципалитетами. И, естественно, выполнение этой программы досрочно. Всем отстающим выдано поручение. Обещания глав запротоколированы и взяты на контроль исполняющим обязанности председателя правительства Ульяновской области Андреем Тюрином и Константином Алексичем. Последний, например, в ближайшее время собрался лично наведаться в проблемные районы и посмотреть ход строительства. Также попросил присылать еженедельные отчеты. Работает, но только на бумаге. Проблемы с отоплением дома 85 по проспекту Нариманово вышли на региональный уровень. Алексей Русских задал неприятные вопросы руководству Ульяновска. Как можно было подписать протоколы готовности к отопсезону дому с такими проблемами? С какими, расскажем далее. Подтвердите или опровергните только, действительно ли, что в некоторых домах Заволжского района, точно не могу сказать, жалоба была с нижней террасы, что только к 15 октября начатся отопительный сезон в определенных домах. Это так? Не так. У нас весь жилой фонд запущен, скажем, во весь 100% жилой фонд запущен на тепло было еще в начале октября. А еще глава города сослался на установленные приборы погодного регулирования из-за воздушенности сетей. Из-за этого, мол, система централизованного отопления работает с отклонениями от нормативных параметров. И как только температура за бортом опустится, исчезнут трудности с теплом. Но не исчезнут отчеты для галочки, коими злоупотребляют некоторые управляющие компании. Данный дом, к сожалению, управляющая компания не была подготовлена должным образом, хотя все отчеты были предоставлены своевременно. Управляющая компания отказалась от дома 22 сентября. С 1 ноября заходит новая управляющая компания. Но, к сожалению, проблема заключается в том, что нижний роздых отопления находится в ненормативном состоянии. Жители дома номер 85 по проспекту Нариманово о так называемых погодниках только слышали. За воздушенности здесь нет. Зато есть разросшиеся счета за электроэнергию. Электричество топите? Да, все осмогреватели. Когда пробовали пускать тепло? Значит, тепло пробовали пускать сначала отопительного периода. Еще раз при пуске тепла тут же обнаруживается порыва. Сеевич, надо менять здесь однозначно всю систему розлива. Значит, это порядка 4-х свод метров погонок трубы. Новую управляйку ждать не будут. К делу подключились муниципалы. К работам приступили, трудиться собираются в три смены. Параллельно с этим городские власти взяли на контроль все дома, находящиеся под не самым надежным крылом недобросовестной управляющей компании. Тема коронавируса захватила все сферы жизни. На устах очереди на прием и наличие препаратов. Необходимость наращивать темпы вакцинации и обеспеченность региона кислородом. Коечный фонд и время ожидания врача. Вопросы звучат на разных уровнях. Обсуждения идут практически без перерыва. В эту субботу у наших зрителей будет возможность лично обратиться к руководству профильного ведомства и специалистам. Их ответы без купюр в прямом эфире регионального телеканала. Внимание! 23 октября с 18 до 19.00 прямой эфир на репортер 73 и ОТР по вопросам здравоохранения. Коронавирус, работа скорой помощи, нехватка врачей, вакцинация, маски, QR-коды. Разбираемся, как остановить пандемию. Звоните 30 40 73. Оставляйте комментарии в наших социальных сетях. На все вопросы в студии ответят первые лица отрасли – медики, эксперты. Ремонт дорог в Димитровграде завершен на всех 16 запланированных объектах. Новое асфальтобетонное покрытие дороги обрели на две недели раньше намеченного срока. Кроме того, подрядная организация выполнила работы по дополнительному контракту. Площадью двух городских вокзалов авто и железнодорожного стали завершающими объектами в работе организации «Ульяновск-транстрой» в 2021 году. Подрядчик выполнил контракты даже на две недели раньше намеченного срока. С 17 октября текущего года завершены работы на 19 объектах, запланированных к ремонту согласно двух контрактов. Таким образом, свой профессиональный праздник мы встретили ударным трудом. На завершение работ на 19 объекте это был автовокзал. Напомним, работы по ремонту дорог в Димитровграде велись по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Первый контракт на 170 миллионов рублей включал в себя работы по обустройству асфальтобетонного покрытия на 16 автомобильных участках. Еще один контракт выполнен подрядной организацией «Ульяновск-транстрой» на 19 миллионов рублей. Были выполнены работы по второму контракту. Это три объекта. Первый объект – это участок автомобильной дороги от улицы Промышленной до СНТ Черемшан общей протяженностью километр 680 метров. Дальше были выполнены работы по приведению в нормативное состояние при вокзальной площади общей площадью 5500 квадратных метров. И по приведению также в нормативное состояние площади автовокзала общей площадью 2430 квадратных метров. Примечательно, что на площади у автовокзала работы проводились в три слоя асфальтобетонного покрытия, чтобы минимизировать вероятность застоя воды на данном участке. В этом году большой объем они все сделали. Очень хорошо теперь ездить, особенно и по Куйбышеву, везде. И даже тут заметил на днях, когда поехал с промышленной на водозабор, всегда там была разбитая дорога. А тут, когда заехал, прям обрадовался. Прямо до Садового общества Черемшан ровную дорогу сделали. Спасибо им за это даже. Теперь приятно там ездить на водозабор. Теперь отремонтированные автомобильные дороги ждет общественная приемка. Накануне в России отметили Всемирный день анестезии. О значимости врачей, анестезиологов, реаниматологов сегодня даже говорить не нужно. Все и так знают. Так называемый медицинский спецназ держит удар. Со словами благодарности в самую крупную реанимацию региона отправилась наша съемочная группа. Самое главное, что когда предыдущая смена уходила домой, чтобы не пожелали хорошего дежурства. Это самая главная такая примета, ритуал. Если такое происходит, все-таки кто-то желает хорошего дня, хорошего дежурства, все идет обычно наперекосяк. Потому, если никаких пожеланий, все идет по накатанной. Профессионально накатанной. Ведь отделение анестезиологии и реанимации областного центра специализированных видов медпомощи функционирует с момента открытия больницы. А это 70-е годы прошлого столетия. Изначально рассчитанное на 5-6 пациентов, сейчас увеличилось до 18 койко-мест и 15 операционных. Здесь спасают больных с самыми разными недугами, исключая только новомодный вирус. Все же, наверное, знаете, что у нас очень много стационаров в области перепрофилировано под ковид, а помощь остальным категориям пациентам оказывать надо. Поэтому, собственно, эта нагрузка ложится на нашу и, в частности, на областную больницу. Поэтому, естественно, работы стало больше. Все продолжают, к сожалению, болеть. Поэтому нагрузка на врачей большая. Но ни один боец за период пандемии из команды не выбыл. 17 анестезиологов-реаниматологов мужественно держат оборону. Не только врачуют, но и обучают. На базе отделения подготовку проходит два десятка ординаторов. Будущая смена. Все динамично очень развивается, все меняется. Вы уже видите, даже если рекомендации по ковиду уже, если не ошибаюсь, 13-е вышли. То, что говорить, это за два года. Поэтому все очень меняется, и мы стараемся как-то идти в ногу со временем, тоже подстраиваться под современные вот эти вот ритмы и мотивы. Кстати, о мотивах. Несмотря на колоссальную загруженность, сотрудники реанимации находят пусть не часы, минуты для творчества. Сочиняют стихи, играют на инструментах, поют. Я пою офицера, матерей пожалевших, возвратив им обратно. Живых сыновей. На учениях сотрудник ОМОНа закрыл с собой своего подчиненного, то есть бросился на гранату. Нам пришлось забирать подполковника внутренних дел с Номулянской ЦРБ. Сюда мы его привезли в тяжелом состоянии, в крайне тяжелом состоянии. Его удачно прооперировали. Он остался жив. О героизме во всех его проявлениях подробнее расскажем в медицинской программе «Будь здоров». Сегодня, 19 октября, в 19.30. Не пропустите. Татьяна Домоданова, Юрий Тимонин, репортер 73. И треснул мир напополам, дымит разлом. И льется кровь, идет война, добра со злом. Автор культовых, ночного и дневного дозоров, популярный фантаст Сергей Лукьяненко приехал в Ульяновск и встретился с читателями и почитателями в рамках регионального проекта «Книга Мания-2021». О вампирах и инопланетянах, показателях популярности современного российского литератора и не только об этом с писателем пообщалась наша съемочная группа. Тиражи, все равно тиражи определяют все всегда. То есть тиражи, переводы. Если ты пишешь книги, даже хорошие, но их никто не читает, ты не выполняешь основную функцию писателя. Основная функция писателя – это все-таки давать людям возможность чтения, давать им книги. К своим миллионным тиражам сам Лукьяненко шел долго. А его первые литературные опусы вызывают у сегодняшнего Сергея Васильевича исключительно самоиронию. Если бы ко мне подошел молодой человек и показал вот эти творения, я бы ему сказал, не морочите голову ни себе, ни людям, у вас никогда ничего не получится. То есть изначально было, конечно, плохо. Но я этого совершенно искренне не понимал. В Ульяновске известный специалист по вампирам и прочей нечисти охотно делился секретами мастерства. Роман в любом случае пишется долго. Это может быть срок в несколько месяцев, может быть срок в год. Некоторые люди пишут романы годами, долго. И это нужно помимо способностей, помимо всего прочего, иметь еще и некую усидчивость и терпение. По первой специальности Лукьяненко – врач-психиатр. И уверен, что институтские навыки могут ему очень пригодиться, если он начнет смешивать свою литературу и реальную жизнь. Вот когда я пишу, я должен верить в вампиров, в инопланетян, в злобные заговоры, в тайные пророчества и все-все-все остальное. Космические корабли. Но если я закрою файл и пойду пить чай, и при этом буду беспокоиться о том, не заберется ли ко мне в окно вампир, то значит, наверное, пора уже вспоминать первую специальность и лечить себя самого. Сергей Лукьяненко стал гостем нашей телекомпании. В одном из выпусков программы «Разговор» смотрите большое интервью с мастером фантастической прозы. Ярослав Щедров, Юрий Химогин, репортер 73. В завершении напомним телефоны 3041-73. Размещайте ролики, сюжеты. Здесь объявления и бегущая строка. Делайте новости вместе с нами. Звоните в редакцию 304073. Скачивайте приложение «Мобильные репортеры», делайте эфир ярче. Региональный телеканал Ульяновской области можно смотреть и в эфире первого мультиплекса утром и вечером на ОТР. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова